В эфире программа «Законодатели» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! О работе собрания депутатов Ненецкого округа поговорим с заместителем председателя Максимом Арбузовым. Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Максим Николаевич, в окружном собрании вы возглавляете комитет, и на этом комитете проходит рассмотрение различных вопросов. Какая работа ведется? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Комитет – это орган, который предваряет работу сессии, на которой уже происходит окончательное голосование и принятие законопроектов, постановлений и тех или иных решений. Должен сказать, что работу комитета предваряет еще огромная работа на комиссиях, которые возглавляют различные депутаты нашего собрания. На этих комиссиях вопросы подробно рассматриваются, обсуждаются, принимаются решения, разрабатываются пути решения тех или иных вопросов. Это не обязательно принятие законопроекта и какого-либо закона регионального или какой-то федеральной инициативы или обращения в правительство. Это может быть решение совершенно утилитарной проблемы. После обсуждения на комиссии принятия решения этот вопрос, эта тема попадает на комитет, где собираются практически все депутаты и происходит финальное обсуждение этих вопросов перед вынесением на сессию. В прошлом году было 11 заседаний комитета, 4 из них это были выездные заседания. Депутаты приезжали, например, в ОМВД, смотрели, как работает система «Безопасный город», обсуждали работу видеокамер, информационной системы, работу ОМВД, что нужно настроить, переделать или обновить какое оборудование. И по результатам этих выездов также возникает большое количество вопросов, они фиксируются, после этого мы их прорабатываем с профильными департаментами нашего региона, приходим к какому-то решению, также выносим дальше эти вопросы уже на сессию. Часто эти проблемы необходимо решать путем выделения средств. Соответственно, эти вопросы выпадают на бюджетную комиссию, потом на комитет и уже на сессии принимается решение о выделении средств. Но вопросы вот эти проблемы удается решить всем? В большинстве случаев да. То есть это нет нерешаемых проблем, нет нерешаемых вопросов. Все зависит от того количества времени и ресурсов, которые можно для этого применить. Если возникает проблема в конфликте с федеральным законодательством, то тут, конечно же, гораздо сложнее. Потому что если решение вопроса касается только нашего регионального законодательства, то мы, соответственно, вместе с администрацией вправе поменять законодательство и настроить его таким образом, чтобы вопрос был решен. Если мы вступаем в конфликт с федеральным, то либо вопрос мы не решаем на региональном уровне, либо мы пытаемся это сделать и предлагаем изменения в законы, отправляем письма в Государственную Думу, просим их проработать. Это наше предложение. Отправляем письма в правительство тем или иным профильным министрам с тем, чтобы они хотя бы как минимум вступили с нами в диалог для того, чтобы эту проблему решить. Как раз расскажите, пожалуйста, какая работа ведется с обращениями в правительство Российской Федерации и с законодательными инициативами, которые собрание депутатов отправляет в Государственную Думу. Одна из важных для нашего округа инициатив, над которой мы достаточно давно уже работаем вместе с федеральным правительством, это изменения в закон об отходах производства и потребления. На данный момент законодательство обязывает вывозить ТКО раз в 11 месяцев. Для нашего региона и других регионов, где очень сложная логистика, то есть у нас короткий период навигации в отдаленные села, и вот в течение этого короткого времени нужно вывести все отходы из этих сел, с площадок накопления. Времени не хватает. Мы вышли с предложением, направили законопроект, наше предложение в Государственную Думу год назад, где предложили для регионов и населенных пунктов, удаленных от центра и со сложной логистикой, увеличить этот срок до 36 месяцев. Законопроект был рассмотрен в Государственной Думе и отклонен. Мы пообщались с нашими коллегами из Государственной Думы, из правительства и сейчас готовим новый законопроект, где попробуем увеличить срок вывоза ТКО хотя бы до 12 месяцев. То есть здесь уже нам будет гораздо проще. Ну, соответственно, направим и будем ждать результата. Также достаточно остро стоит вопрос о узких медицинских специалистах в нашем округе и во многих других отдаленных. И проблема заключается в том, что количество узких специалистов, которые финансируются за счет ОМС, зависит от количества жителей в том или ином регионе. Так как у нас количество жителей небольшое, происходит эффект малых чисел, соответственно, квот у нас гораздо меньше. И для того, чтобы у нас были специалисты, нам приходится финансировать их работу, оплачивать их труд за счет регионального бюджета. Мы проработали инициативу, направили Татьяне Алексеевне Голиковой, в том числе и в Государственную Думу, с тем, чтобы изменить это квотирование и исключить условия прямой зависимости количества узких медицинских специалистов от количества населения в регионе. На данный момент ждем ответ. Соответственно, по той информации, которую мы получим, будем понимать, как нам действовать дальше. Также достаточно давно мы работаем над вопросом субсидирования бюджета. Субсидирование бюджета, это было бы здорово, что и происходит. О субсидировании бензина. Не секрет, что в населенных пунктах, которые далеки от Наринмара, цены на бензин зашкаливают и превышают 80 рублей за литр, 100 рублей за литр. Раньше на региональном уровне мы могли субсидировать такие подакцизные товары, потом эту возможность убрали. Сейчас мы общаемся с правительством с тем, чтобы вернули буквально перед Новым годом, вернее после Нового года у нас было заседание по ВКС с Государственной Думой, где в том числе этот вопрос был поднят. Нам сказали, что правительство имеет возможность предоставить регионам право субсидировать. Но возможность правительство имеет, но такое право нам пока не предоставлено. То есть мы продолжаем работать над этим, с тем, чтобы можно было снизить до приемлемого уровня стоимость бензина для отдаленных сел. Еще инициатива, очень интересная, над которой мы работаем достаточно долго. С тех пор, как начали обсуждать и потом впоследствии приняли закон об арктической зоне и резидентах этой арктической зоны, мы начали над ним работать уже года три, часть наших предложений была учтена уже в этом законе. Например, порог входа для того, чтобы стать резидентом арктической зоны снизили с 10 миллионов рублей инвестиций до 1 миллиона рублей. Еще ряд других предложений. Сейчас мы работаем над тем, чтобы резидентами арктической зоны могли стать общины КМНС, коренных малочисленных народов Севера и малое и среднее предпринимательство. Мы направили свой законопроект в предложение в Госдуму о внесении изменений в этот закон. После январских праздников было заседание по ВКС, где нам сообщили, что в той редакции, которую мы предложили в Государственной Думе, этот закон принять нельзя. Но сама идея их очень заинтересовала. На заседании присутствовали представители Федерального агентства по делам национальности, Министерство финансов и так далее. Они добавили даже к нашему предложению еще ряд идей и сказали о том, что, скорее всего, наша инициатива об изменении списка резидентов, для того, чтобы включить в резидента арктической зоны общины КМНС, скорее всего, нужно рассматривать в других законах. Не в законе об арктической зоне, потому что он направлен именно на коммерческое развитие арктической зоны и при лечении коммерческих инвестиций. Здесь больше вопрос, наверное, касается социальной ответственности этих общин, предоставления работ оленеводам, сохранения традиционного образа жизни и самого оленеводства. Они предлагают как возможность рассмотреть такую поддержку либо в законе о сельхозпроизводителях, либо в самих законах, которые касаются коренных малочисленных народов Севера. То есть они оставляют эту идею у себя в работе и в рамках рабочей группы комитета, который рассматривал наш вопрос, будут продолжать над ним дальше работать. Мы договорились о том, что пока ковидные ограничения по переездам, командировкам и общению очному присутствуют, будем работать по удаленке, по ВКС с ними. Как только ситуация станет легче, то они начнут нас приглашать уже на очные заседания наших депутатов. Максим Николаевич, а какие актуальные проблемы для Ненецкого округа были решены с участием собрания депутатов? Расскажите, пожалуйста, поподробнее с примерами. В прошлом году возникла одна, например, значимая проблема. С 1 января 2021 года были изменены правила охоты в прибрежной зоне, в 15-километровой. Соответственно, запретили охотиться на дичь. И огромное количество людей, которые всю жизнь охотились в прибрежной зоне и проживают в этой прибрежной зоне, были лишены этой возможности. Это имело большой резонанс, эти изменения. И мы, во-первых, официально обращались с письмами в Государственную Думу, в правительство. Помимо этого мы общались с Андреем Анатольевичем Турчаком, которого попросили подключиться к решению этой проблемы. То есть объяснили простым человеческим языком, что люди просто лишились того рода занятий, которыми они занимались всю свою жизнь. Можно даже сказать практически с юношества и отрочества. Это заняло какое-то время. То есть это незаконодательная работа в чистом виде. Мы не проводили комиссию, не собирали депутатов для обсуждения этой проблемы. Мы просто увидели, что эта проблема есть и попробовали решить прямым общением. И таких вопросов действительно много, которые можно таким образом решить. Проблема в итоге была решена. Спасибо Андрею Анатольевичу, спасибо нашим коллегам из Государственной Думы. Люди сейчас продолжают охотиться, как они охотились раньше. Еще одна долгоиграющая проблема – это ловля рыбы в Северном морском бассейне, если я правильно сформулировал. Наша Карская губа не была включена в Северный рыбохозяйственный бассейн. Тоже общением с людьми, которые принимают решения на федеральном уровне, личное в том числе, помогло решить эту проблему. Сейчас Карская губа включена в Северный рыбохозяйственный бассейн. Кстати, когда мы искали пути решения этого вопроса, включения, мы приглашали представителей Росрыболовства к нам в регион. Они приезжали, встречались с нашим губернатором Сергеем Васильевичем Бездудным. Мы настояли на том, чтобы пообщаться еще с ними отдельно в собрании депутатов. И в результате это возымело свое действие. Они поняли, что нужно сделать. И достаточно быстро эту проблему лишили. То есть, что такая практика показывает? Очень часто простое написание официального письма или запроса не дает нужного эффекта. То есть, нужно общаться с людьми лично, смотреть в глаза, объяснять им, ну, можно буквально говоря на пальцах, рассказывая, какие проблемы у населения вызывает то или иное решение. И это гораздо эффективнее, когда общение происходит дружественно, не просто отправили запросы, сидим 30 дней ждем, когда мы получим на него ответ. Это очень длинный путь. Есть более короткий путь, но он сложнее. То есть, личное общение, описание проблемы и совместная выработка решения. А каким образом собрание депутатов осуществляет контроль за исполнением окружных законов? И вообще, осуществляется ли такой контроль, что делается в этом направлении? Ну, тут несколько инструментов. Один из, например, самых простых – это написание письма в тот или иной орган, в тот или иной департамент, с тем, чтобы получить статистику. Например, той или иной льготе, сколько людей ее получило, сколько должны получить, в каком объеме использованы средства, которые были выделены из бюджета. И это показывает эффективность. То есть, если, например, на определенную меру социальной поддержки выделено 20 миллионов рублей на год, а люди взяли только 10, людям выдали только 10, это говорит о том, что где-то происходит сбой. То есть, либо люди, а, не знают об этой мере социальной поддержки, они не подают заявление, либо они подают заявление, но вовремя департамент не успевает выделить деньги. В этом случае, получив эту статистику, мы общаемся с работниками департамента, с людьми, и принимаем решение, как эту ситуацию можно исправить. Либо это внесение изменений в законодательство, либо это упрощение процедуры получения то или иной льготы людьми. То есть, ну, как последние пару лет уже очень хорошо происходит, развивается сервис, так называемого, одного окна, когда гражданин приходит в МФЦ и получает всю информацию о социальных выплатах, о том, какие еще льготы он может получить. И потихоньку мы настраиваем этот процесс так, вместе с исполнительной властью и с тем же МФЦ, чтобы это носило беззаявительный характер. Это один из способов контроля, когда мы собираем статистику по реализации закона. Другой способ, мы встречаемся с заместителями губернатора по той или иной деятельности, и уже общаемся с ними. Например, в прошлом году мы встречались с Андреем Александровичем Блащинским. Предварительно перед этой встречей депутаты подготовили вопросы. Их было, по-моему, 28 вопросов. Они были направлены заранее Андрею Александровичу, с тем, чтобы он подготовился к ответу и предоставил нам этот письменный ответ. Через какое-то время ответ поступает. Мы собираемся и уже общаемся. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, мы их друг другу задаем. Опять же, на этих встречах у нас нет задачи обвинить кого-либо в плохом исполнении полномочий, в некомпетентности, ни в коем случае. Наоборот, мы на этих встречах совместно вырабатываем решения. Происходит диалог для того, чтобы улучшить жизнь граждан. То есть, роль депутата в данном случае хороша тем, что мы чаще, чем представители исполнительной власти, общаемся с людьми. Это наша работа. То есть, нас люди выбрали, и мы общаемся с людьми. Они нам рассказывают, как реализуются законы в округе на своем собственном опыте. И дальше мы уже эту информацию обрабатываем и обсуждаем с представителями исполнительной власти. Ну, безусловно, можно совершить внезапный выезд на тот или иной объект для того, чтобы посмотреть ход реализации выделенных средств. Максим Николаевич, а как часто приходится вносить изменения в законы окружные? Очень часто, потому что мы знаем, что меняется федеральное законодательство, и практически на каждой сессии два или три окружных закона необходимо привести в соответствие с федеральным. Этот процесс контролируется нашим собранием депутатов самостоятельно. Юридический отдел исполнительной власти также контролирует, и нас контролирует еще и прокуратура. Если мне память не изменяет, то вносить изменения в региональное законодательство мы должны в течение полугода с момента изменения федерального. Ну, как я уже сказал, практически на каждой сессии такие изменения вносятся. Максим Николаевич, очень актуальный для жителей региона вопрос – это меры социальной поддержки. Какие решения удалось реализовать, какие законопроекты в работе, или что-то принято по мерам социальной поддержки жителей Нинского округа? У нас много мер социальной поддержки. Это хорошо. Мы находимся на лидирующих позициях среди других регионов по этому показателю. И изменения здесь происходят по большей части после обращения граждан к депутатам. Например, в прошлом году внесли изменения в закон о социальной поддержке детей-инвалидов. Некоторые из них учатся за пределами региона, потому что нужны специальные образовательные учреждения. И раньше они могли учиться до 17 лет. То есть до 17 лет округ компенсировал стоимость такого обучения этим людям. В прошлом году мы продлили срок компенсации до 17 лет включительно, потому что, как выяснилось, образовательная программа рассчитана таким образом, что и в 18 лет люди еще продолжают учиться и заканчивают это обучение. Также приходили граждане, усыновители наши окружные с предложением изменить законодательство в том плане, что при усыновлении ребенка выплачивается помощь от округа в размере, по-моему, 500 тысяч рублей. И ее можно использовать на определенные цели. На образование ребенка, на улучшение жилищных условий. Но выяснилось, что помимо решения этих проблем возникает еще транспортная. Если семья большая, то необходимо транспортное средство с большим количеством посадочных мест. А в списке того, на что разрешено использовать эти деньги, транспортного средства не было. Усыновитель обратился, мы в течение полутора месяцев проработали этот вопрос с нашим департаментом социального обеспечения труда, здравоохранения и защиты населения. И внесли изменения, добавили возможность приобретения транспортного средства для усыновителей. Был запрос также от группы граждан, работников медицинской сферы. Возникли трудности с оплатой больничных и с оплатой отпуска по временной нетрудоспособности, по беременности. Тоже пришлось потрудиться поработать с исполнительной властью, провести несколько совещаний. В итоге деньги были найдены, выделены и задолженность перед людьми погашена. Была поездка в Красное, где общались с сельскими специалистами, которые работают в бюджетной сфере. Есть такая норма, что в зимние месяцы, в течение трех месяцев, компенсация за ЖКХ для этих специалистов составляет 2160 рублей. Когда в летние месяцы эта компенсация, по-моему, 1200 с чем-то. Но в течение трех она в два раза больше. И на самом-то деле зима у нас не три месяца, а гораздо больше. Да, ну девять. Нам удалось договориться с исполнительной властью с тем, чтобы увеличить срок предоставления этой субсидии с трех месяцев до шести. Провели форум «Здоровая Арктика, здоровые дети». По-моему, так он назывался. Инициатором выступили депутаты. И вместе с нашей исполнительной властью, вместе с коллегами из Архангельской области провели такой медицинский форум. То есть была часть, как это сказать, заседательная, где присутствовали медицинские работники из Архангельской области. Наши представители, родители, исполнительная власть, депутаты. И была такая рабочая часть, когда медики из Архангельской принимали наших детей. Два дня они это делали. Потом было окончательное заседание, на котором был принят ряд резолюций. В итоге, одна из наших региональных инициатив, которая оплатилась после этого форума, расширили круг детей, которые могут получать медикаменты за счет округа бесплатно. То есть это ребята, которые учатся в Наринмаре, сел и девушки, и проживают в интернате. Они далеко от родителей, пока родители перешлют им деньги, а если они приболели, у них насморк, или еще что-нибудь, это занимает какое-то время. И чтобы медицинская помощь и медикаменты давались оперативно, их включили в список тех, кто может получать их бесплатно. Другая инициатива по результатам форума – это витамин D. То есть дети Ненецкого округа по рецепту врача могут получать витамин D в аптеке бесплатно. На самом деле инициатив-то очень много. Осенью обсуждали, встречались с коллегами из Заполярного района, из поселка Искатели, я имею в виду депутатов наших. По результатам этих встреч и работы с департаментом финансов и с губернатором Юрием Васильевичем, на конец года были воплощены такие идеи – 20 миллионов было выделено дополнительно рублей на программу 30 на 70 строительства жилья на селе, 101 миллион был выделен на компенсацию многодетным семьям взамен предоставляемого участка, и 150 миллионов было выделено на выкуп ветхого аварийного жилья у людей. И эта работа не требует от нас внесения изменений в законодательство, но она опять же требует переговорного процесса, общения непосредственно с теми, кто выделяет деньги. Это наш департамент финансов, наш местный Минфин, который пытается сохранить деньги. И наша роль в том, чтобы найти баланс, найти гармонию между просто сохранением денег и улучшением жизни наших граждан. Вот как раз вопросы бюджета – одни из самых обсуждаемых в собрании депутатов. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы, какие статьи бюджета вызывали больше всего дискуссии? Тут, наверное, можно попробовать пошутить и сказать, что какие статьи бюджета не вызывали дискуссий. Что хочу отметить, в этом году нам удалось гораздо лучше поработать над бюджетом, можно, наверное, даже сказать, легче. Потому что вносили изменения в наше законодательство о бюджетном процессе последние полтора года. Не часто, но два, по-моему, изменения мы внесли. Сейчас работа построена так, что мы проводим так называемые нулевые чтения. Просто встречаемся с департаментами, с департаментом финансов и ГРБСом, распределителем бюджетных средств. Государственным распределителем бюджетных средств – это уже такой сленг. Где просто обсуждаем, не дискутируем, не пытаемся увеличить или уменьшить объем средств, а просто смотрим, сколько хочет получить средств тот или иной государственный распределитель бюджетных средств и сколько средств готов выделить департамент финансов. Знакомимся с этой темой. Потом были проведены общественные слушания департаментом финансов с приглашением депутатов, общественности, заинтересованных лиц. Потом были проведены депутатские слушания и работа на комиссиях. То есть, когда уже подошли к обсуждению самого закона и внесению в него изменений, мы знали, где какие суммы спокойных обсудили и понимали, где мы можем взять деньги для того, чтобы увеличить финансирование. Острый вопрос в этом году был, например, субсидирование транспортных расходов, субсидирование сферы ЖКХ. В прошлом году из-за сложности с бюджетом, при принятии бюджета на Новый год, мы закладывали их примерно в объеме 50%, потому что просто денег не было. С расчетом на то, что весной и в начале лета, когда поступают доходы в округ, мы увеличиваем это субсидирование, чтобы оставшиеся 50% учреждениям округа добавить. Это сложная работа, все очень нервничают в этой ситуации, потому что учреждение пытается спланировать свою деятельность на год, а получается, что у них горизонт планирования субсидирования только полгода. Это неприятно, потому что люди хотят планировать выезды за пределы округа, покупать билеты, получить деньги на льготную дорогу, а она субсидирована на 50%. В этом году мы настаивали на том, чтобы субсидирование было на уровне 100%, в среднем я сейчас скажу, что удалось достичь 80%, по ряду показателей 100%, но в среднем это 80%, это уже хорошо. То есть учреждения чувствуют себя спокойнее, это и здравоохранение, это и образование, которые, как правило, наиболее финансово емкие, в том числе и сфера ЖКХ, департамент строительства. Серьезные дискуссии развернулись вокруг департамента образования, вокруг департамента здравоохранения. С департаментом образования мы даже один из комитетов продлили, то есть у нас шел два дня. Мы проработали часть вопросов, а вопрос образования обсуждали еще на рабочем совещании во второй половине дня. И на следующий день перед сессией мы провели комитет, и нам удалось прийти к консенсусу. В этом году департамент образования сам признает, что бюджет гораздо лучше, чем в прошлом году. Они чувствуют себя гораздо спокойнее. Здравоохранение, конечно же, тоже острый вопрос, с учетом пандемии, с учетом различных мутировавших версий коронавируса. Нагрузка финансово очень большая, нужно закупать гораздо больше льготных лекарств, потому что мы приняли решение, что люди, болеющие ковидом, у нас амбулаторно также получают лекарства бесплатно. Это колоссальная нагрузка на бюджет. Нашли также на это средства, спасибо департаменту финансов, спасибо исполнительной власти и губернатору, что в этом году наш бюджет гораздо сбалансированнее и увереннее, чем в предыдущем. Максим Николаевич, работа депутатов подразумевает работу с населением. И в прошлом году было очень много обращений, и из 20 населенных пунктов были к вам обращения жителей. Что хотели жители села, какие самые частые проблемы? Может быть, есть типичные для всех населенных пунктов обращения, или есть какие-то индивидуальные такие необычные просьбы? Что тревожит жителей глубинки? В прошлом году количество обращений было уже гораздо больше, практически в два раза больше, чем в позапрошлом. То есть в 20-м году, по-моему, 67 было обращений граждан. Ну, я по своей фракции могу вам ответить, и по своим депутатам. В прошлом году уже 127, по-моему. И выделить из этого просто сельский я сейчас вам не смогу, потому что я не готовил такую статистику. Наибольшее количество вопросов вызывает обеспечение жильем. То есть из того количества обращений, которое у нас было, это 36%. На втором месте вопросы здравоохранения, потом социальное обеспечение и услуги ЖКХ. То есть наша ежедневная жизнь. Были проблемы со снабжением, не проблемы, а трудности со снабжением сел медикаментами. Например, распутиться, сложно доставить медикаменты в село, или даже если чего-то не хватает, там, орбидола, какого-то простого вещи, процетамола, то бывает это вызывает не панику, но легкое напряжение у населения, хотя это не является большой проблемой. Выделить отдельно городские проблемы и отдельно сельские сложно. Они общие для всех жителей нашего округа, потому что жители села много времени проводят в городе, который у нас единственный. Поэтому проблемы общие. Сколько вообще проблем ведется такая статистика? Сколько обращений удалось удовлетворить? И какие остались без ответа еще? Есть сложности? Статистика ведется. 21% обращений был решен положительно. Что это означает? То есть, та просьба, или то предложение, с которым обратился гражданин, было полностью удовлетворено. По остальным 79% была либо дана консультация, то есть, это не являлось проблемой, а человеку нужна была просто информация, и он искал, где ее получить. Либо это его обращение невозможно удовлетворить. Либо нет регионального законодательства, либо то, что человек хочет, не может быть ему предоставлено по тем или иным юридическим нормам, либо идет конфликт с федеральным законодательством. Но 21% решенных положительно, это тоже хорошо. Максим Николаевич, а каким образом к вам обращаются люди? Это только письменная форма, или вы принимаете и по телефону, и в электронном формате? Ну, сейчас мы живем в эпоху активного развития интернет-технологий, связи, мессенджеров, телефонов. Люди могут обратиться письменно, могут просто прислать письмо на электронную почту в собрание депутатов, могут написать запрос конкретному депутату, пишут в социальных сетях. У меня есть Инстаграм-страница, есть страница ВКонтакте, но я ее не веду. Но, тем не менее, пишут и туда, на улице. Идешь по улице, общаешься с людьми, видишь знакомых или незнакомых, они узнают, задают те или иные вопросы, обмениваемся телефонами, и уже о том эти проблемы пытаемся решить. Часто бывает так, что они даже не фиксируются в статистику, такие обращения. Я шел на обед, помню, летом через площадь Мородца и жительница округа мне говорит, «О, Максим Николаевич, здравствуйте, здравствуйте». Она мне выдала список своих вопросов, меняясь с телефонами, после этого уже созванивались. Я даже не записывал никуда статистику. И у моих коллег таких вопросов, наверное, даже большинство. Потому что недавно, когда я перед Новым годом готовил отчет о деятельности нашей, выяснилось, что согласно статистике у одного из моих коллег за весь год его работы всего лишь одно обращение граждан. Я звоню этому человеку, говорю, дорогой мой коллега, я знаю, что у тебя этих обращений было штук 50. Но согласно моим данным у тебя всего одно. На следующее утро он мне данные предоставил, все хорошо, обращений на самом деле достаточно много. И так как это происходит ежедневно, это уже становится рутиной, обыденностью, не все даже фиксируют эти обращения. То есть мы живем в городе, ездим в села, как обычные люди, ходим в магазины, в учреждения. И работа нас догоняет, как и, наверное, любого работящего человека в любом месте, в любой момент времени. Максим Николаевич, спасибо, что вы нашли время, пришли на программу. Я напоминаю, что мы говорили с Максимом Арбузовым, заместителем председателя собрания депутатов, о работе собрания депутатов. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok